Энергетики выставили красноярцам дополнительный счет. В ближайшие пять лет жители будут рассчитываться за общедомовые приборы учета. Дополнительная строка расходов появится в квитанциях услуг ЖКХ уже в этом месяце. Первыми квитанции с дополнительной строкой получат жители правобережья, в чьих домах приборы учета уже установили. С 1 июля энергетики имеют право зайти в подвалы и начать работы. Энергоснабжающая организация устанавливает приборы учета за свой счет и предоставляет гражданам рассрочку на период 5 лет. Стоимость ежемесячного платежа, приходящегося на одну квартиру, составит 100-150 рублей. Установка счетчика горячей воды и тепла в одном доме обходится в среднем почти в полмиллиона рублей. Это сами приборы, комплектующие, работа, а также прибыли, банковские проценты. Все это прописано в федеральном законе. Состояние коммуникации никто не учитывает. Теперь, если произойдет порыв в подвале, за каждый литр воды заплатят жители по тарифу. Так же, как и за промывку системы перед началом отопительного сезона. Выгодно, не выгодно, еще не знаю, посмотрим. Мне кажется, это лишний сбор денег. До конца года в Красноярске установят 500 общедомовых приборов. В принципе, ежемесячный платеж 100-150 рублей с квартиры приемлем. Но экономны ли сами энергетики? Теплотрасса вдоль Северного шоссе. Типичный пример того, как труба бесплатно 24 часа в сутки обогревает воздух. Причем, вот таких участков ни два и ни три. Проезжая мимо с дороги, мы их насчитали около десятка. Видимо, это технология, потому что сварочные швы не просто открыты. Некоторые уже проржавели, откопели, растет наледь. На улице Сергея Лозо парящий люк стал местной достопримечательностью. Постоянно парить? Постоянно. Это же там коллектор что ли какой-то. Следующее повышение тарифов в июле 2013-й для края станет переходным периодом. Потом примут новые нормы и новые тарифы. И, конечно же, в них автоматически будут заложены потери ресурсоснабжающих организаций. Евгения Безбородова, Андрей Магомедов, Вести, Красноярск.